Дорогие друзья, всем привет. Привет из Алании. Сегодня я приехал в гости к моему подписчику, вы представляете, посмотрел мой канал, насмотрелся моего инстаграма и приехал в Турцию на тест-драйв. Мне даже ничего не сказал, я уже смотрю в инстаграме, думаю, ты где находишься? А он уже снимает, все уже здесь находится, в Алании. И вот снял самостоятельную квартиру в таком вот шикарном жилом комплексе, но он очень похож на наш, и он причем от одного и того же застройщика. Вот так примерно здесь выглядят комплексы, это у нас район Кистель называется, вот видите, Кистель Резиденс. И я, собственно говоря, приехал, говорю, Саш, поделись впечатлениями, ну как вообще, он, кстати, тоже в Сочи приехал, в Сочи сколько прожил? Полгода прожил в Сочи, тест-драйв, в общем, прошел в Сочи наш, сочинский тест-драйв, теперь приехал сюда, и сейчас вот у него хотим первое впечатление, поспрашивать что да как, что нравится, что не нравится. Вот, всем приятного просмотра, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал и поехали! Поехали! Саш, ну рассказывай, как вообще, как решился сюда ехать, за сколько снял, как добрался, вообще вот все подробности, которые я знаю, интересуют наших подписчиков. Так, ну вкратце, мы протестировали, соответственно, Сочи, то есть полгода пожили в Сочи. О, Никита уже все говорил в выпуске, тем не менее, волнорезы, все это, плотная застройка у берега, железная дорога, как-то, ну, не знаю, мне не подошло, ну и цены, цены, да. Снимали мы на Цветном бульваре, соответственно, там квартира у нас была 52 квадрата, но Совдеп, скажем так, это был, конечно же, Совдеп, ну вот, поэтому... Расскажи по стоимости, снимали за 25 тысяч рублей, снимали за 25 тысяч рублей, сколько квадратов? 52 квадрата. 52 квадрата было, да, это была двухкомнатная квартира, вот с такой вот малюсенькой кухонькой, куда нельзя было даже вчетвером зайти, да, то есть, если я там что-то готовлю, муж уже тихонечко проходит и выходит, то есть, там нельзя было разместиться, все семьи полноценно. Да, поэтому, ну что, дальше что, мы взяли билеты в Москву, то есть, в начале прошла, все быстренько расскажу, взяли билеты в Москву, вот, соответственно, хотели весной приехать обратно в Сочи, буквально на февраль, январь дожить, потому что мы хотели Новый год здесь пожить, ну, Новый год отпраздновать, соответственно. В Сочи, да? Нет, в Москве, мы в Москву взяли билеты, хотели там отпраздновать, потом приехать в Сочи пожить, январь дожить до конца, февраль, вот, и в марте уже поехать, так планировали изначально, вот, узнали потом про апостель, что его нужно оформлять, оформление его занимает до 7 дней, на практике это получилось всего 4 дня, а детям сделали сразу, то есть, свидетельство о браке. А апостель – это разрешение на перевод документов, он ставится на свидетельство о рождении для детей и на свидетельство о браке для, ну, для супругов. Имейте в виду, да, ребята, что нужно. То есть, да, на детей сделали быстро, нам сразу 20-30 минут, соответственно, и на свидетельство о браке 4 дня заняло. Вот, соответственно, пришлось плавно передвигать, и получилось так, что уже нет смысла было ехать в Сочи обратно, потому что, ну, потерян будет уже весь месяц, вот. Ну, в общем, все переиграли, взяли быстро билеты и сюда, в принципе, все. То есть, до Анталии, самолет до Анталии, соответственно. Как решились-то вообще, смотрели YouTube или как смотрели? Много смотрели, много изучали, ну, вот, например, с апостелем как-то нежданно-негаданно получилось, да? Нет, как решились, я думаю, основной был момент такой, то есть, что мы снимали, да, у нас дети, мы хотим уже определиться, где нам видит гнездышко, и начали смотреть по ценам на недвижимость. То есть, задумываться о покупке недвижимости в Сочи, да, квартиры, и все, что мы там смотрели, да, под наш бюджет, ну, это не подходило под наши ожидания. Ну, сколько, сколько, если можно говорить, ну, вот. Да, то есть, например, вот мы смотрели на Цветном, наши квартиры, где мы снимали, 6 миллионов 500 тысяч стоит, да? С убогим ремонтом, да? Да, это, ну, с таким... Ну, да, савдеп, да, то есть, это хрущевка, как я говорю, с маленькой кухней, для меня, как для хозяйки, это прям неприемлемо, вот. И тут начали смотреть, изучать вообще все страны, и Израиль, и Азию, Кипр, Кипр смотрели. Ну, в общем, вот, под всем параметром нам подошла Турция, и мы приехали сюда посмотреть, пожить, протестировать, да. То есть, основной момент, то, что здесь можно купить очень хороший апартамент, очень хорошую недвижимость, и по бюджету, и по качеству жизни она нам подойдет. Хорошо, а вот вы переехали сейчас в эту квартиру, это 2 плюс 1 или 1 плюс 1? Это 1 плюс 1. 1 плюс 1, да? Квадратов здесь сколько? Ну, наверное, у вас 70, да? Ну, я думаю... Так, отсутил свой представительный глаз. Ну, я еще просто в тех комнатах не был. Мы сейчас, друзья, давайте вам покажем просто, за сколько, получается, сняли? Так же, как там? Так, общий получится 8300. За 6 рублей. Общий получится, да. А, вы, то есть, посуточный, да? Мы посуточный, сняли, да, посуточный. Там, в общем, 980 рублей в сутки, но там еще появится уборка. Ну, так, 980 рублей в сутки сейчас нам обходится здесь. 980 рублей. Потому что при выезде, да, при выезде нужно оплачивать уборку. Уборка столу, да, там, лир. 1300 рублей. Буду говорить в рублях, потому что пока мы не арестируемся в местных. Хорошо, ну, давайте покажем чуть-чуть вашу квартиру, что вам удалось найти. Так. Так, начнем, наверное, с коридорчика, да, чтобы было всем все понятно. Квартира 1 плюс 1, то есть, друзья, для тех, кто не знает, это кухня-гостиная, и я день на спальню. Давай, Саш, показывай, а то я как-то не у себя же дома, еще с печеньками в руке. Да, так, ну что, давайте ванну посмотрим. Санузел? Да, санузел. Угу. Вот то же самое все, абсолютно та же плитка, как у нас застройщик, тот же. Угу. Ну, здесь кабинка, соответственно. Угу. Так. Коридор здесь хорошо, что есть, а то, знаешь, в многих турецких квартирах заходишь сразу на кухню. Здесь вот у вас есть коридор. Угу. Так, и спальня. Спальня. Вот. Соответственно, так как роутер находится там, пришлось протянуть кабель. Угу. То есть, реально показываем, как есть. Вот кабель, чтобы был хороший интернет. Угу. Угу. У вас поставил сюда столик, то есть здесь здесь мое рабочее место. Так. Ну, это буквально на шесть дней, поэтому там будет по просторке у нас. Угу. Вот так. Ну, в принципе, вот гостиная, кухня, как правильно сказать. Кухня-гостиная, здесь у нас салон вообще называется. Ну, вы вчера там просто такие апартаменты, но это просто на футболы, блин, играть. Так, и у нас получается большой, как обычно, как любят в Турции, большущий балкон. В принципе, я всегда говорю, курортная недвижимость, как вообще без балкона, да? И здесь у нас, ну, я не знаю, до моря сколько там, минут пять, наверное. Ну, не знаю, ну, десять максимум. Десять, вы уже ходили? Да, мы ходили один раз, вот, в спеле. Погода сегодня не очень, вчера было вообще плюс двадцать, а сегодня что-то у нас прям дождик и холодновато. Вот такая вот квартира, друзья. Ну, вы сейчас, насколько я понял, переезжаете, да? Через шесть дней уже сняли на год, хотите снять на год. Там что за квартира? Значит, квартира там два плюс один. Вот по квадратуре... О, уже большая, да? Да, по квадратуре точно не скажу, потому что мы еще надо будет уточнить. Соответственно, ну, там апартаменты для нас показалось там покруче, побольше, поэлитнее. Ну, два плюс один, да? Да. А, еще элитнее, чем здесь? Да, чем здесь. Да ладно. Показалось так. Это первое впечатление, поэтому будем там... Можно там будет обзор еще сделать, если что, вот. За сколько? 25 тысяч рублей. 25 тысяч? Ну, мы договорились так, да, мы договорились так, что первый месяц, второй месяц мы платим по 800 долларов. 800 долларов, это за депозит за два месяца, потому что, соответственно, ну, хозяйки, правила такие, поэтому мы разбили на два месяца. Получается 800 долларов, 800 долларов, и третий месяц пойдет по 400 долларов. Ага. Это в среднем, ну, получается, 25. 25 тысяч, то есть это вы сняли на год, неважно, летом, одна цена будет. Да, 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 она зафиксирована, все. Туда входит уже Айдат и интернет. Вот, вот, вот. Но пока момент, мы не протестировали сразу. С интернетом. Переедем, да, протестируем, чтобы уже прям мясо сказать. Айдат у меня, да, тоже входит. Входит, да. Вот, очень много людей, кто спрашивает аренду, то есть такие, да, нереально найти за 20 тысяч, типа, с летом. Ну, вот, как бы, друзья, 2 плюс 1. Это большая квартира. Большая квартира. Большая. Не жили никогда, поэтому. Ну, не сравнить, да? Да, конечно, конечно. Так, вы скажете про два санузла. Два санузла, да. А, два санузла, да. Скажи, что еще в комплексе там есть, там у всех сразу просто... Там рабочее место буду пробовать, его бы строить. С детьми работать сложно, но буду пробовать. Поэтому в новом месте попробуем по-новому. Хорошо, друзья, в общем, пишите в комментариях, если будет интересно, там снимем еще ту квартиру, да? Да. Хорошо? Хорошо, да, я только за. Ты не замерз? Да нет, да. Еще пару вопросов. Ну, вот, скажи, пожалуйста, Саш, ну, вот впечатление вообще, качество жизни, ну, вообще, как город тебе по сравнению вот в Сочи, по сравнению вообще в целом с Россией? Скажем так, да, тут мы всего буквально 2-3 деньга, я ничего не успел еще обойти, только на море сбегал, потому что, ну, у меня работа, соответственно, много... Как море, кстати. Вот, я вообще мерзляк, я вообще родился в Карелии, да, и я, честно, в Сочи тоже холодно, я прям на руку, ну, все понятно. Не знаю, здесь я попробовал, я не знаю почему, но на руку мне показалось тепло. А сам вот, сам вот вид моря, как он, ну, вот, черное море, помнишь, наше с волнорезами? Да, 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 но как-то, не могу сейчас пока прокомментировать, но вот именно мы еще в Абхазии были на 3 дня, да, и вот эта пустота, значит, что-то есть в Абхазии природой похоже. В любом случае, не городом, и то, что там в Абхазии, да, ну, там, прям, не очень было, там, разруха, конечно, вот, здесь, конечно, такого ничего нету. Ну, по природе, вот, как-то вот что-то сравнило, показалось по природе, вот так. Но вы еще не были на пляже Клеопатра, на вот этих крутых пляжах. Мы вообще нигде не были, да, да, поэтому сразу скажу честно, Никита нас поставил перед фактом по поводу приезда сюда, поэтому, в общем, мы пока мало обследовали, поэтому Никите говорим, прям по-горячему, прям как все есть, это все по-честному и прям правдиво. Друзья, пишите, да, пишите, давайте будем следить за семьей Саши и Ани. Как у них будет, что они снимут, какую квартиру, потом следующее впечатление, когда уже больше они по городу погуляют, что-то там какие-то моменты интересные. Я предлагаю тебе, Саш, фиксировать все, куда-нибудь записывать в телефон, вот, всякие интересные моменты, чтобы не забывать. Я, в принципе, в прошлом году так и сделал. Я так и просто сейчас выкладываю пошагово, то есть, чтобы все оставалось, чтобы кто будет спрашивать, чтобы сразу могли посмотреть, и это будет, ну, как, актуально на 20-й год, на начало 20-го года. Давай инстаграм твой перерекламируем, то, что да, все выкладываешь. Да, да, мой инстаграм горели.лайв, вот, стараюсь туда, ну, ютуб-канал пытаюсь запустить, пока в процессе. Дождь вроде закончился, мы чуть не забыли, давайте покажем вам территорию самого комплекса, инфраструктуру, да, как выглядит вообще. Да, особенно бассейн. Вот я вижу, Аня уже клубнички, да, местные купила, сколько стоит? Первый раз купили. Очень вкусно. На рынке 13 лир килограмм стоит, это 130 рублей клубники. А здесь нет, как будешь? В Мигрос, я не знаю. Да, в чеке, в чеке. И главное, такая огромная. Она тепличная пока еще, летом еще дешевле все будет. Ребята вот зашли в Мигрос и говорят, что цены какие-то дороговатые. Я говорю, Мигрос это самый дорогой супермаркет. Мы посмотрели, просто вроде все упоминали Мигрос, Мигрос. Поэтому мы пошли туда. Вот второй раз ходили, дороговато, будем искать новый вариант. Дороговато, я бы сказала, что цены какие-то, как в Сочи. Вы просто ожидали, чтобы дешевле все было гораздо. Нет, есть вещи, которые дешевле, есть вещи, которые дороже, но в совокупности так же. А что дороже? Мне кажется, просто такие же цены, как в Сочи. Ну вот, мясо, например, дороже, шампунь, я что-то посмотрела. Мясо сколько, говядина? Это в Мигросе, да, потому что убрали? Там все дорого. 600 рублей говядина. Килограмм? Килограмм, да. Дорого, да. В общем, друзья, пользуйтесь супермаркетами А101. Называется Сечь потом, да? И Бим еще, по-моему, есть. Там подешевле. Мигрос не заходите. Мигрос еще бывает разный. Там есть вообще для богатых, там, маленький. Мигрос. Вип-мигрос, да. Будем тестировать, да, все смотреть. Вот, поэтому обжигаемся в онлайне, смотрите, как бы, на наши ошибки. Я думаю, да, будет интересно. Ну, мы тогда вас оставляем. Саша, пойдем, покажешь нам территорию. Все, смотрите дальше. Ну что, друзья, мы уже находимся на улице. Погода не очень. Мы сейчас постараемся по-быстрому, чтобы дождь не пошел. Вам обзорчик снять. Итак, Саш, давай, рассказывай, показывай. Живет он в блоке Д, вот этом, в посерединке, да? Вот так выглядит территория. Ну, здесь, опять же, рай, да, такой? Ну, серьезно. Вот где, где вот у нас вот такие территории? Вот где? Либо они где-то есть, и они сколько-то должны стоить? Там вообще миллиарды какие-то. Я вот обращаю внимание, видите, на детали. Вот сейчас идем. Тоже, видите, техническое помещение. Там вот хранят всякие газонокосилки, они там швабры. Видите, они сделали под такой камень. У нас бы стали запариваться вообще, они что-то вот такое подобное делать? Конечно, нет. Так, ну, пойдем по территории посмотрим. Все устроено, в принципе, как у нас. Вот это все, это, получается, инфраструктура. Здесь летний у них бассейн. Большой. Смотри, у них вообще огромный, да? Так, извиняюсь за ветер сразу, я не виноват. Да, у вас прям огроменный, да? А, Коль? Огромный у них, да, бассейн этот? Да, это не пал. Там вот это все летом будет работать. Вот эта горочка, видите, там включаются такие ручейки, бегут сверху, в общем, по вот этой радуге. И вы тут скатываетесь. Круто. Здесь первые этажи со своим выходом сюда скатывают. А, первые этажи с террасами, да, со своими? Вот они. Я понял. А он нам откроет, интересно, оно все открыто или закрыто? Здесь должно быть открыто. Ага. Здесь ресторанчик. Джек Дэниел стоит. Так, вот здесь, не знаю, что-то перегородили вход, видимо, вход оттуда будет. У них побогаче, кстати, комплекс, чем у нас. Здесь вчера бильярд, все собираются, просто отработают и играют. Единственное, пока вчера еще не успели. Ага. Турецкий кот, видите, как выглядит. Который ест, кстати, хлеб. Это удивительно, но не даже хлеб. Вот еще один турецкий кот. Так, здесь у нас зона отдыха. У них чуть-чуть побогаче, да? Побольше, что ли, потому что комплекс. Видите, два бильярдных стола. Лето очень много сидит. Очень жалко. Там теннис. А, детская, смотрите, небольшая такая. Уголок детский. Что у вас? У вас тут еще должен быть кинотеатр, как у нас? Нет. Нету, да? Никто не бывает. Саш, ну как тебе вообще? Я первый раз купался, да. Плепнул, плюс 30, вода. Ну, прям. Ребенок так вообще. Мы даже еле ушли. Ага. Что-то он нас преследует. Ты ему хлеб давал, он еще хочет. Давал, давал, а не запомнил. Я не знаю, что-то в зону были. Вот как они, да? Что-нибудь, Саш, ну скажи. Я хочу все от тебя услышать. Зато все, я им рассказываю. Они мне не верят, ну я типа предвзятое, у меня мнение. Ну, смотрите, нет, на Цветном Бульваре зелень тоже есть. Она нас и зацепила на Цветном Бульваре. Ну, вот кроме зелени, так, к сожалению, там, ну, остальное, конечно... Кто там, алкаши ходят? Да, алкаши, есть такое дело. У них там прям группировка на Цветном Бульваре. Здесь пока такого, конечно, уже нету. Не видели, надеюсь, не увидели. Вот еще теннисный корт. Теннисный корт. Красивые, да, такие апельсины? Класс. Соседи, да, у вас русские, да, ребята, говорят, купили вот недавно один... Ольга из Пити, ну, Ольга из Сочи, она там в Дилай, даже в Сочи. А, да ладно. Да. Ну, а муж из Сибиря. За сколько они взяли? 1 плюс 1, как у вас? За 65 тысяч евро, 65 тысяч. И вот в этом, буквально вот этом комплексе. Блоки? Ага. В этом блоке, да. А, ну у вас этот небольшой, а вот у нас вот этот побольше бассейн. Все равно. Ну да. Тут музычка даже у них играет. Да, ну даже в роде же летает. В роде же, да. Да. Ну вот человек приехал, с цветного бульвара, да? Пожалуйста. Да, да, да. Здесь, кстати, многие еще просто здесь сидят, отдыхают. Ну да, потому что тепло сейчас, комфортно. Да, если на улице есть прохвата, то здесь все компенсируется. Так, плюс, я смотрю, тренажерка у вас тоже получше чуть-чуть, чем у нас. И тоже нету того, что нам нужно. Коль, помнишь? Того самого тренажера нету, который нужен. Так, ну и здесь у вас же сауна, спа должна быть. Массаж-рум с релакс-рум. Здесь массаж. Скорее всего, здесь будет... Ну-ка, давайте глянем, ладно. По-быстрому сейчас. Должны быть отдельные комнаты для массажа. Вот они. Света нет? Ну-ка, сейчас попробуем. Нет, надо просить Кападжи, чтобы он включал. Вот видите, отдельные массажные комнаты. Надо это все просить, чтобы открывали. К сожалению, я не могу вам показать. Так, и хелс-центр. Центр здоровья, так сказать. Сейчас вам покажем. Там, как обычно, будет красота. Никит, хотел добавить, здесь, соответственно, по выходным работает хамам. Ага. Вот. В моей марине резиденц, да, где будем рядовать, там сказали, что работает прям ежедневно. Ага. Прям очень интересно попробовать, протестировать. Круто. Пока не знаю. Скорее всего, айдат будет побольше. Но вам пофиг, у вас айдат входит, да? Входит, да. Поэтому интернет входит и айдат. Так. Туркиш-бас. Это хамам. Света нет. Кападжи, надо просить, чтобы все включал. Здесь. Здесь, может, хотя бы здесь. Сауна. И еще одна. А это что? Солевая комната, да? А, солевая комната. Прикинь, у них тут. Salt Room, да, солевая комната. Душ. И там, получается, у них раздевалка, да, слева. Dressing rooms, раздевалка. Сегодня все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Мне очень понравился их комплекс. Он очень похож на нас, но даже немножечко побогаче. Я думаю, Александру тоже все нравится. Но он немножко, видите, держит все в себе, пока еще ничего не понял. Да, да. Тест начался, тест продолжается. Поэтому следите за нами. Будем все выкладывать. Все как есть. Все прям для вас по-честному. Поэтому смотрите. Саша со своей семьей, видите, молодцы. Не боятся там что-то брать, куда-то ехать. Я тоже считаю, пока молодые, то вообще нет ничего страшного такого. На самом деле, практика, ну, везде, во всем, да, практика, она решает. Поэтому практика все скажет. В следующий раз, кстати, Александру в следующем видео зададим вопрос, чем он здесь занимается, где берет деньги. Это у всех вопрос. А кем там работать, а где там работать? Вот, в следующий раз все будет. Так что подписывайтесь на канал. Не пропускайте новые видео. И всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok